Здесь нету места серой грусти и нету времени для скуки. Вы приезжайте в гости в Устье, где солнце тянет к людям в руки. Это строчка из песни, которую посвятили маленькой деревушке недалеко от столицы региона и 14 ее жителям. В юбилейный для Заполярного района год в гости к Устьянам с песнями, плясками и угощениями отправились близкие друзья и соседи. В праздничном хороводе закружилась и наша съемочная группа. На импровизированной сцене по дружелюбным грибным дождиком в центре небольшой, но славной деревушки развернулись грандиозные гуляния. Для жителей выступили близкие соседи и друзья из социально-культурного центра «Престиж», солисты вокального ансамбля «Соловейка» и ребята из образцового ансамбля «Лошкари-Ладушки». Всего 14, но зато какие! Речь идет о жителях. По большей части эту необычайную по красоте деревушку населяют люди пенсионного возраста. Но возраст, как известно, достояние. Так Попов Алексей Петрович в этом году отпраздновал 60-летний юбилей совместной жизни со своей супругой, имея 4 детей, 9 внуков и аж 14 правнуков. Родина этого нестареющего душой человека – первая столица Заполярного района Пустозерск. Но уже на протяжении 62-х лет он живет здесь. Уже совсем скоро, 10 сентября, здесь снова развернутся гуляния. В этом году День Пустозерска решено проводить именно в Устье. А пока, чтобы достойно встретить всех гостей, уже совсем скоро ребята из волонтерского лагеря будут облагораживать территорию и готовить площадки для выступления творческих коллективов. Деревня Устья находится очень рядом с Пустозерском. Она еще существующая, есть население. И вообще Пустозерск и Деревня Устья в свое время были неразрывно связаны. Их так иногда и называли – Усть-Городецкий или Усть-Городок, что подразумевало, что это и Пустозерск, и Устья. День Пустозерска, как памятная дата Ненецкого автономного округа, был утвержден в 2012 году для сохранения памяти о первом русском городе за Полярным кругом, который сыграл большую историческую роль в освоении и развитии северных территорий России. Это событие отмечается ежегодно в 3 воскресенье сентября, а в 2015 году его празднование растянулось аж на три недели. Напомним, в этом году праздничные мероприятия развернутся 10 сентября в деревне Устья. Елена Семеновичева, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.